МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Просыпайтесь, дорогие сонные телезрители. В студии Денис Крепкая Эмаль Кириллов. И Елизавета Бормашина Терещенко. С добрым утром, Республика! По благословению архиепископа Тираспольского и Дубосарского Саввы с 26 марта по 16 апреля 2014 года в пределах Тираспольско-Дубосарской епархии будет находиться копия чудотворной иконы Божьей Матери. И подробнее об этом нам расскажет наш гость, клирик Христо-Рождественского кафедрального собора города Тирасполь Ирей Анатолий Топал. Доброе вам утро! Доброе вам утро! Доброе утро! И расскажите нам, пожалуйста, об этом событие поподробнее. Письмо священного и чудотворного образа Божьей Матери есть пристанище житейских плаваний. Принадлежит Ярославской школе иконописи времен ранних палеологов примерно XIII-XIV века. Икона находилась в башне монастырской гавани монастыря Эсфигмен на святой горе Афон в Греции. В Греции. Икона явила много чудес. И вот одно из них. В 1892 году раб Божий Николай из города Иересо, он был рыбаком монастыря, отдыхал под сенью иконы, когда обрушилась часть скалы на здании башни и разрушив его до основания, то Николая, завернутого в одеяло, чуть позже нашли вместе с иконой далеко от места происшествия. Это событие, этот факт, был зафиксирован в летописи монастыря. С тех пор многие люди обращаются к иконе Божьей Матери словами о помощи. А откуда она к нам прибыла? Она вообще по миру же тоже, наверное, ее как бы возят? Путешествует, наверное. Икона действительно путешествует. Она была в России, и сейчас икону привезли в Молдавскую митрополию. Теперь икона будет в Кишиневе и в других епархиях. Потом она переходит и к нам, в Тираспольско-Дубоссарскую епархию. И здесь она будет с 26 марта 10.00 по 29 марта 15.30 в Петропавловском женском монастыре города Бендеры. Но это очень мало. С 29 марта 15.45 по 30 марта в Преображенском соборе города Бендеры. А, то есть по всей республике? То есть в каждом святом месте она побывает у нас не только в Тирасполе? Нет, и в Слободзейском благочинии, и в Рыбницком, и в Каменском, и в Дубоссарском. И в конце икона Божьей Матери будет в Тирасполе, в Покровской церкви. И с 14 апреля 16.45 по 15.30, и с 15 апреля 16.45 по 16 апреля в Христорождественском кафедральном соборе города Тирасполь. Спасибо вам огромное. Для нас, для всех преднестровцев это будет, несомненно, огромный праздник, что такое чудо будет на нашей территории. И мы можем на него посмотреть, помолиться и, может быть, помечтать даже так. Спасибо вам огромное. Пожелайте нашим телезрителям что-нибудь на сегодняшний день. Я хотел бы пожелать, чтобы каждый слушающий и смотрящий эту передачу, чтобы он действительно вдумался бы не тратить много времени на те житейские и трудные моменты и во всем стараться совершать свои дела, опираясь только на свои силы. Спасибо большое за это желание. Спасибо вам большое. И вам хорошего дня. И всего вам хорошего. Всего доброго. Спасибо. И наши корреспонденты продолжают конкурс «Какая подводка окончательно сломает нам мозг». И кто у нас победил на этой неделе? И с огромным отрывом от остальных побеждает Александра Шипилова. После того, как я прочитал ее подводку, я лежал на полу в ступоре целых 48 секунд. Абсолютный рекорд, Александра. Мы тебе желаем еще много таких побед. И действительно в тебя верим и переживаем за твои успехи. Ну а остальные не расстраивайтесь. Мы и в вас верим, что и вы найдете тему для сюжета, которая сможет вызвать у нас спазм. Ну и давай же расскажем телезрителям, чем нас так порадовала Саша. А Саша нас порадовала сюжетом про, внимание, сцендапус. И мне почему-то кажется, что в Средневековье, если бы она произнесла это где-то вслух, и ее бы ждали неприятности. Рубрика «Вершки-корешки», дорогие телезрители. Сцендапсус в студию. Сцендапсус. Доброе утро, любители цветов. Здравствуйте, Наталья. Это растение является, пожалуй, одним из самых ярких представителей семейства ароидных. Среди цветоводов он известен как сцендапсус или эпипремнум. Свою популярность это вьющееся растение завоевало благодаря красивой густой листве. Еще с советских времен эпипремнум стал завсегдатаем наших квартир. Этот рот вечно зеленых многолетних лиан семейства ароидных, насчитывающий более 25 видов, произрастает во влажных тропических лесах Южной Азии и Полинезии. Но некоторые виды встречаются и в Америке, и на Африканском континенте. На своей родине эти растения взбираются по стволам деревьев на высоту до 15 метров. Сцендапсус – близкий родственник монстеры, и, подобно ей, имеет воздушные корни, которыми в естественных условиях цепляются завлажные стволы, получая таким образом дополнительное питание. Листья сердцевидные, блестящие, могут быть ярко-зеленые или пестролистные, с пятнами разнообразных форм. Сцендапсус и формы листа очень похожи на некоторые виды филодендрона, но у молодых листьев филодендрона нет пятен, и обратная сторона листа имеет красноватый оттенок. Фитодизайнеры используют сцендапсус и как ампельное растение для вертикального озеленения балконов и террас, и как почвопокровное для зимних садов. Наталья, расскажите, пожалуйста, об уходе за сцендапсусом, или, как его еще называют, эпипремнумом. Куда его лучше поставить, и какой температурный режим ему нужен? Прекрасное ампельное растение зимой. Идеальная температура 25-28 градусов. Летом где-то градусов 20. Полусвет, полутень. То есть непрямые солнечные лучи, чтобы не было ожогов, и далеко не притеняем, потому что листочек теряет свой свет. Если больше света, получаются беленькие прожилочки. Если мы удаляем далеко от окошечка, он становится темно-зеленым. Бывают вот такие редкие растения. Самое главное, они не переносят холод корневой системе, потому что может она подгнить. И, естественно, не нужно ставить в слишком жаркое место, потому что будут подсыхать листики. В чем заключается редкость этого представителя? Этот бархатный цветочек, его, как правило, не опрыскивают. Опрыскивание производится в 20 сантиметров от него. Оно очень редко и, к сожалению, очень редко приходит в магазины. Родина сцендапсуса – это тропические леса. И, как правило, такие растения любят влагу. Расскажите, пожалуйста, как правильно поливать сцендапсус? Поливаем мы нечасто, потому что у него жирненький, упругий листик, и он собирает влагу, что бархатный, что глянцевый. Потому мы ждем, когда просыхает полностью грунт, и только потом мы начинаем поливать. Опрыскивать же можно хоть каждый день, особенно глянцевый листик. Но бархатный лист, мы с ним должны быть очень аккуратным. Опрыскиваем где-то в 20 сантиметров и не чаще трех раз в недельку. Поскольку сцендапсус – это лиана, необходимо создать ему условия и использовать подпорку. Но можно выращивать его и как ампельное растение с не спадающими ветвями. Сцендапсус очень прост в уходе и отлично подойдет начинающим цветоводам. Наталья, ему практически не нужны удобрения, и он довольно быстро растет. Скажите, пожалуйста, как часто его необходимо пересаживать и как часто удобрять? Мы пересаживаем растение в том случае, когда оно слишком разрослось. Размножается делением куста, очень удобно. Или мы размножаем делением веточки. Видите, у него есть воздушные корни, как и у монстера. Мы можем расчеренковать растение. Или сразу прикапываем в землю, или помещаем в воду, где пускается корневая система, и пересаживаем. Очень просто. Удобряем его. Удобряем. Растение настолько простое, что в принципе можно и не удобрять. Но желательно делать подкормочку. Пару раз в месяц брать универсалочку, колпачок на 2 литра. Каждые 2 недельки будет вполне достаточно. То есть это получается половинная доза, да? Да, ему много не нужно совершенно. И земля, желательно пользоваться хорошей польской землей, она уже идет с удобрениями. Если земля с удобрениями, значит мы его какое-то время вообще не будем. Совершенно можем не удобрять. Совершенно верно. Согласно учению фэншусь, циндапсус обладает очень мощной энергетикой, которая очищает пространство от негативных эмоций, повышает интеллектуальный уровень и усиливает логическое мышление. Это растение вносит гармонию в атмосферу дома, защищает от бед и завистников. Многие дизайнеры отдают предпочтение циндапсусу, ведь он неприхотлив и достаточно хорошо вписывается в любой интерьер. Вашему вниманию представляется погода Приднестровская. Главная ее особенность весной это солнце, ветер, ветер, минус два, жара, солнце. Одеться в эти дни сложно, поэтому, как говорится в народе, кто в чем. Ну а мы все-таки постараемся разъяснить ситуацию. Прогноз погоды, дорогие друзья. В Каменском и Рыбницком районах на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. С утра и до позднего вечера будет идти дождь. Днем температура воздуха плюс 14, ночью плюс 11. В Григориополе, Дубоссарах и Слободеи весь сегодняшний день будет пасмурным. Мелкий дождь будет идти весь день, а к вечеру может стать сильнее. Температура днем плюс 14, а ночью плюс 11. В Тирасполе и Бендерах день будет облачным. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь, который вечером пойдет сильнее. Днем на термометре будет отметка плюс 15, а ночью плюс 11 градусов. Ну вот опять весна характер свой показывает. Ничего, подождем, совсем скоро утихомирится. Мы ждем. Заберет ли смартфон у собаки-кошек звание братьев наших меньших? Станет ли в 2130 году андроид мэром Слободеи? Сможет ли новый айпад выгулять вашу собаку? А если нет, то чего он столько стоит? Увижу ли я, как ноутбуки выйдут на марш несогласных с лозунгами «Я не могу жить с крошками в клавиатуре»? Если вы хотите быть в курсе всех последних новинок высоких технологий, не пропускайте нашу рубрику «Техношествие». Утро бодрое! Меня зовут Александр Зиненко. Пристегнитесь, мы начинаем техношествие. Поздравляю, друзья! Скоро наступят жаркие деньки. Дамы начнут размахивать широкими веерами в маршрутках, а мы, мужчины, не будем так заморачиваться и просто подсядем к ним ближе. Из домов снова послышится шум миллионов вентиляторов, и только немногие будут наслаждаться тишиной. Попасть в число этих немногих вам поможет новая серия настольных вентиляторов без пропеллера от фирмы Dyson. Прошлая серия подобных бескрылых вентиляторов вышла 5 лет назад, и в течение всего этого времени 65 инженеров занимались их улучшением. За это время было изготовлено 250 прототипов, зарегистрировано 410 патентов, и, наконец, была получена готовая рабочая модель, которая, по заявлениям изобретателей, работает на 75% тише, чем ее предок. Снижение шума было задачей номер один, поэтому тестирования вентилятора проводились в специальной звукозаписывающей комнате. Безусловно, если выставить новую разработку на максимальную мощность, ее будет слышно, но она все равно не будет шуметь так, как обычные вентиляторы. Вентиляторы новой серии Dyson Cool Fence имеют позывные AM06, AM07, AM08 и стоят 300, 400 и 450 долларов соответственно. Если на работе все чаще и чаще вас приводит в чувство ударом свежей утренней газеты, значит, коллеги принимают вас за сонную муху. Никак не можете проснуться, это означает, что ваш мозг изголодался по солнечному свету. Пора это исправлять. Помочь вам с этим может новое изобретение гарвардских медиков и инженеров под названием SunSprite. Эта своеобразная прищепка на одежде регистрирует уровень солнечных лучей. Дозатор с 10 отсеками – это ваша однодневная норма солнечного света, большую часть которого лучше получить с самого утра во время пробежки или просто у окна с чашкой ароматного кофе. Достаточное количество солнечного света сделает вас более бодрыми, сфокусированными, улучшит самочувствие и позволит крепче спать ночью. Если вы попадете в зону сильных ультрафиолетовых лучей, SunSprite своевременно предупредит вас о возможности солнечного ожога. Он также напомнит вам одеть шляпу или воспользоваться солнцезащитным кремом. Прибор компактен и незаметен на обычной повседневной одежде. Мобильное приложение SunSprite, которое соединяется с устройством через Bluetooth, позволяет отслеживать ежедневный уровень солнечного питания и делится советами ученых о пользе солнечного света. Заряжается прибор от солнца, а 5-минутного заряда хватает на целую неделю. Стоит SunSprite 99 долларов, а за дополнительные 15 его отправит вам в любую точку планеты. Не знаю, чем это больше навеяно – мартовскими котами или весенним призывом, но с приходом тепла и солнца в моду входит беременность. И если вдруг утром в ваше окно постучит клювом веселый загорелый аист, только что вернувшийся с юга с подарком, то я знаю, что вам понадобится. Разработчики из Калифорнии побеспокоились о том, чтобы снизить для беременных женщин количество визитов к врачам по любому тревожному поводу. А удалось им это при помощи специального изобретения Bellabit, которое позволяет слушать и записывать сердцебиение, отслеживать перемещение и считать количество пинков еще нерожденного малыша, а также следить за здоровьем мамы и вести записи показаний. Как уже заведено, устройство передает все данные в специальное бесплатное приложение на смартфоне, которое позволит поделиться ими с родными или вообще выложить их на собственную страничку в соцсетях. Конечно, Bellabit может и отображать с помощью иллюстрации развития плода, отслеживает вес и питание матери, но оно ни в коем случае не отменяет визиты к врачам. На официальном сайте разработчика вы можете приобрести новинку по цене 129 долларов. На фоне таких весенних технологий самому захотелось отправиться на улицу и погреться на солнышке. Это было Технашествие. Не спускайтесь с техники глаз. Я спросил у Ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне. Вот что он мне не ответил, а? Денис, ну это же дерево. Нет, я не отрицаю, конечно, что все вокруг живое. Да какое дерево? У Анатолия Ясеня, у товарища своего спросил. А он сидит и молчит. Я говорю ему, чего ты молчишь? Ответь мне, Ясень. А он только головой в ответ качает. Вот как с таким человеком общаться можно, а? Ну кому-нибудь другому обратись. А к кому? К Жене Тополю? К Андрею Осени? У Вити Дождя спросить? Или у Коли Месяца? Вопрос-то несложный. Где моя любимая и все? Денис, там не спрашивал? Точно. Дядь Коля, вы не знаете, как там? Да нет, бери выше, звездочки наши, провидицы там. Точно. Я что-то вообще забыл о них. Замотался, что ли? Давай гороскоп смотреть. Дядь Коль, вы извините, там хорошо. Да, дядь Коль, я, кстати, паяльник вам занесу, вернее, закину. Кстати, у Зины Березы тоже можно спрашивать. А она в городе? Да. Сегодня один из тех дней, когда у Овна все складывается практически идеально. В вашем случае речь идет о дружбе, романтике и карьере. Успех в этих сферах поднимает ваше настроение до небес. Сбывается все, о чем вы мечтали. Воспользуйтесь этим. Последние полтора месяца тельцы трудились с особым рвением. Что ж, пришло время получать награду за свои старания. Возможно, вы не получите повышение по службе или прибавку к зарплате прямо сегодня. Но это уже не за горами. Сегодня близнецам наверняка пригодится приобретенный ранее опыт. Благодаря ему вы не допустите ошибок, которые совершают представители других знаков. Силен интерес к искусству во всех его проявлениях. Многие близнецы обнаруживают в себе склонность к творческой деятельности. По какой-то причине этот день покажется раком трудным, но не списывайте его со счетов окончательно. У вас так мало свободного времени, что вам важно уметь наслаждаться каждой его минутой. Даже если вас терзают страхи и тревоги. День плодотворного, но нелегкого труда сегодня у львов. Идеи, которые помогут вам добиться успеха, не лежат на поверхности. Так что будьте готовы поломать голову. К многочисленным советам окружающих прислушиваться не стоит. Они только сбивают с толку. День подходит для решения финансовых проблем. Девам звезды советуют стараться сохранять максимум позитива и конструктивности в общении с окружающими людьми. Ведь любые проявления придирчивости будут только мешать вам. Ваши дела идут в гору, но будьте осторожны. Промах на данном этапе означает торможение в осуществлении планов. Весам пора приступить к делу, которое было давно задумано и тщательно спланировано. Вы будете приятно удивлены собственной предусмотрительностью. События действительно развиваются именно так, как вы ожидали. Не исключены приятные сюрпризы и ценные подарки. Успехи скорпионов в работе так велики, что не заметить их просто невозможно. Вероятно, получение высокой награды за труды не исключено и продвижение по службе. Есть шанс найти партнера, в сотрудничество с которыми много лет будет приносить вам прибыль. Часто говорят, что стрельцы – любимчики бога, потому что они его забавляют. Возможно, это неправда, однако веселый характер не раз помогал вам выпутаться из сложных ситуаций с минимальными потерями. Сегодня вам стоит снова задействовать этот талант. Если ситуация осложнится, вы будете способны сотворить настоящее чудо. День Козерогов едва ли ознаменуется какими-то значительными событиями, зато будет связан с появлением новых идей и неожиданными открытиями. Можно строить смелые планы, вы найдете способ их реализовать, причем даже быстрее, чем предполагали. Водолеям звезды советуют заниматься делами, не подразумевающими немедленного получения результата. Вам удается предугадать, как будут развиваться события, правильно оценить перспективы своих начинаний, поэтому день подходит для стратегического планирования и долгосрочных инвестиций. Рыбам удается решить сложные проблемы как профессионального, так и личного характера. Представители знака преодолевают какие-то внутренние барьеры, начинают вести себя по-новому, чем немало удивляют окружающих. Денис, тебя какая джигурда укусила, ты вообще нормальный? Нормальный! Нормальный! Алло, здравствуйте, это психиатрическая клиника, там возле Наполеона есть в палате место? Лиза, да не беспокойся ты, во-первых, у меня настроение хорошее, а во-вторых, сегодня день рождения у одного из самых ярких персонажей нулевых Никиты Борисовича Джигурды. Ты меня, пожалуйста, так не пугай больше, а то я как с утра пораньше в Елену Малышеву превращусь, возьму ножницы. И ну ты понял, да? У Елены Васильевны день рождения уже было, так что придумай что-то еще. Ну а что еще, кроме джигурды, сегодня случилось, нам расскажет наш исторический гид Мария Фантази. Давай, Манька, русская девица! Ну я ревай! Я вас приветствую. В ближайшие пару минут с удовольствием представлю вам небольшой исторический обзор. Не могу не отметить сегодня это событие. Ежегодно 27 марта празднует Всемирный день театра. Он был установлен в 1961 году. Праздник проходит под красноречивым девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Сегодня профессиональный праздник для всех, кто так или иначе связан с театральным искусством. Широко известна фраза «Театр начинается с вешалки». Это перефразированное выражение Константина Станиславского, который отмечал, что в театре нет второстепенных маловажных ролей, профессий и обязанностей. В нашей республике тоже есть представители театральной братья, которых я с удовольствием поздравляю с профессиональным праздником. Хочется вспомнить сегодня выдающегося музыканта 20-го столетия. Мстислав Ростропович родился 27 марта 1927 года. Виолончелист, пианист, дирижер, общественный деятель – значительная фигура своего времени. Он отстаивал право на самоопределение, духовную свободу личности. Выступал в защиту опального писателя Александра Солженицына, за что подвергался гонениям со стороны власти, но всегда жил в согласии со своей совестью и принципами. Он был известен и в родной стране, и на Западе ему рукоплескали во всем мире, отмечая его неординарный талант. В продолжение отмечу еще некоторых немалоизвестных персон, которые появились на свет 27 марта и посвятили свою жизнь искусству. Сара Вон, год рождения 1924, одна из величайших джазовых исполнительниц 20 века. Ее имя отмечает наряду с Билли Холидой и Элли Фиджеральд. Квентин Тарантино, год рождения 1963, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер. В мировую известность ему принесли такие картины, как «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Джанга освобожденный» и некоторые другие. Мрайя Керри, год рождения 1970, американская певица, одна из самых коммерчески успешных исполнительниц современности. На этом предлагаю завершить нашу сегодняшнюю встречу, но прощаюсь с вами совсем ненадолго. Увидимся уже завтра. Сегодня, дорогие друзья, Международный день театра, поэтому самое время пойти и посмотреть какую-то замечательную постановку. Кстати, у нашего Приднестровского государственного театра имени Аронецкой вчера был день рождения. И у нас в гостях народная артистка ПМР, актриса Драматического театра имени Аронецкой и наш хороший друг Алла Васильевна Даряна. Доброе вам утро! Алла Васильевна, доброе утро! Особенно мне понравилось, что я ваш добрый друг. А вы тоже мои добрые друзья. Рады вас видеть. Начинать утро с таких признаний. С праздником вас! Вот это сразу хочется сказать. Спасибо, спасибо большое. У вас очень насыщенные последние дни были, насколько мы слышали. Расскажите, пожалуйста, как отметили день рождения театра? У нас насыщены не только последние дни. Да, у вас насыщены. У нас такая жизнь, что мы говорим, покой нам только снится, потому что отгремит одно какое-то событие, а на пороге уже другое. Только задумаем какое-то другое дело, а нас уже поджидает третье. Ну, в этом прелесть всей нашей жизни. Это хорошо, активно. Что было? Готовимся ко дню рождения, да? Готовились. А тут как раз совпало. Ну, в общем-то, каждый год проходит в Кишиневе такой фестиваль театральный. Галла-премьер. 13 лет он существует, и наш театр ежегодно в нем участвует. Это лучший спектакль года. Это всегда, да, оценивается лучший спектакль года. Ну, считайте, все театры Молдовы. И, естественно, поскольку мы участвуем, и нашего театра тоже. Очень часто мы получали замечательные награды, оценивались наши актеры, оценивались работы наших режиссеров, хореографов. Но в этом году как никогда. Делитесь. В корзину забрали все. Мы четыре спектакля просмотрела жюри. Ну, естественно, все четыре не могли войти в конкурс. Вошел один спектакль. Вошел спектакль «Леди Магмед» Муценского уезда. Приезжали две серьезные комиссии. Они работают в два этапа. Сначала одно жюри приезжает, осматривает спектакль, потом оно рекомендует основному жюри приехать и посмотреть уже на предмет победителей. И вот так и оказалось, что спектакль победил, режиссер победил. Поздравление. Это было так отрадно, потому что в таком восторге жюри от нашего театра. Мы-то здесь сами по себе, да, привыкли немного уже к себе. Мы очень строги к себе. Мы очень критикуем себя. Мы очень недовольны порой с собой. И это правильно. Это правильно, потому что нельзя почивать на лаврах и думать о себе. Только замечательно, да, критически надо относиться. Но когда приезжают люди со стороны, они же как свежим взглядом что-то видят. Вот что-то они и увидели, потому что было видно. Мы приехали в Кишинев на фестиваль. И жюри с такими горящими глазами, с таким вниманием, с таким удивительным отношением к нам. Ну, просто было безумно приятно. Значит, что-то как-то мы значим. Ну, не знаю, для меня это неудивительно, потому что у меня еще, ну, вот с детства театр был на высоте. Я очень любила вот ваше творчество, вашу игру. Это просто что-то восхитительное. Ну, понимаете, когда основатель театра такой великий мастер, как Надежда Степановна Ранецкая, которая, извините, закончила два факультета в Москве. Она закончила и актерский, и режиссерский. Она очень много работала с различными театрами, с различными актерами. И когда она воплотила свою мечту в жизнь, набрала курс, воспитала его сама, выучила. Слава тебе, Господи, открыла театр, то есть сделала, видимо, главное дело своей жизни в Террасполе, да? И потом, постепенно, каждый год она набирала новых учеников. Поэтому школа Надежды Ранецкой, она живет, она доказала свою жизнестойкость. И все новые, новые, новые приходящие ученики, вот нас всегда спрашивают о традициях, о школе, я могу точно сказать, что это переходит из одного поколения в другое. Поэтому, видимо, все, кто приезжает, они это чувствуют. Они это чувствуют и видят. Хочется спросить, кстати, о молодом поколении как-то поподробнее. Есть у нас уже восходящие, так сказать, таланты театральных помосток? Да у нас уже которое поколение по счету, потому что это тоже как завет Надежды Степанной Ранецкой. Не набирать актеров со стороны, а учить своих. Потому что, когда учишь своих, то уже разговариваем на одном языке. Понимаем друг друга с полуслова. Вот. Опять же, одна школа, как я повторяюсь, ну куда денешься. Поэтому при нашем университете уже сколько лет существует кафедра актерская, и очень много выпусков уже состоялось. И многие приходят работать в театр, и у них происходит это очень даже успешно. И уже несколько поколений таких, которые уже понимают, что эти уже не молодые, а зрелые мастера, такие, как Ольга Прохорова, да, как Наталья Ермолаева, как Сергей Паничев, как Ольга Чекан, как Наталья Голотонова. Они уже из разряда молодых уже пришли, слава богу, в разряд, будем говорить, взрослых актеров. А если из молодых очень удачных, я думаю, это Сергей Вакуловский, это Ольга Яковенко, это Дмитрий Доброхотов, это Марина Гербей. Это, опять же, опять целая плеяда пришла новых, молодых, свежих сил, которые достаточно интересно себя проявляют, интересно и ярко. Ну, плавно от нашего театра переместимся в более глобальные масштабы. Сегодня день международный, международный день театра, вот как его будете отмечать? Ну, если честно, да, это наш профессиональный праздник. Да, каждый год мы с радостью его как бы отмечаем. Но для нас важнее в данном случае, так случилось, что вот, пожалуйста, два дня подряд, день рождения театра, сами понимаете, это как твой личный настоящий день рождения. Мы решили совместить два праздника сразу. 26-го мы решили, вот вчера мы поработали, достаточно плодотворно. Мы сыграли спектакль для зрителя. Мы подготовили небольшую выставку в фойе театра. Мы сделали отдельный стенд, посвященный именно памяти Надежды Степанны. Почему? Потому что в сентябре этого года мы будем отмечать 95-летие нашего великого мастера, педагога, первого режиссера и основателя нашего театра. А уже в следующем году, вот если говорить о планах, нашему театру 45 лет. Это ведь круглая дата к нему. И к этому празднику нужно очень ответственно и серьезно подойти и красиво его отпраздновать, оформить. Вот правильно, задумок много, но я пока ничего говорить не буду, извините, потому что это все сюрпризы. Мы много чего задумали. Мы не обиделся. Да-да-да, работы у нас впереди, как всегда, очень много. И поэтому дай бог, чтобы все случилось и чтобы все получилось. А уж 27-го, как бы сегодня, мы отпразднуем обе даты. И день рождения театра. Проведем себе в узком кругу. Приятное время. Я надеюсь, что это будет все у нас подружески, замечательно и хорошо. У меня есть еще такой вопрос. У вас есть какой-то тайный обряд посвящения новичков в труппу? Вот в вашем узком кругу как-то посвящает молодых актеров уже в ряды? Нет, я не буду лукавить, никакого обряда у нас нет. Когда приходят молодые, обычно вот сбор труппы после отпуска, мы представляем молодых людей, рассказываем, кто они такие, аплодируем и желаем им доброго, счастливого пути. Вот вам и весь обряд. Но они учатся у вас же, да? Они учатся, а многие работают, будучи студентами, уже как бы вникают в профессию даже раньше того времени, чем получат дипломы. Поэтому, когда они уже на равных к нам приходят, мы уже и принимаем их как равных. А нет дедовщины, ну вот. Нет, вот дедовщины нет. Я боюсь, что, скорее всего, есть другое. Уже влияние молодежи на нас более постарше. Потому что понятно, что разные поколения, это разные привычки, это разные, ну все, короче, разное. Мы их воспитываем, чтобы они не опаздывали, чтобы они не отвлекались от основного тела. Но это уже все-таки наши секреты. Вот, ну и мы с этого, наверное, начинали когда-то, и мы получали хорошо за какие-то свои прегрешения и ошибки. Ну, спасибо вам большое. Спасибо. Мы обязательно к вам еще будем заходить в гости, очень рады. И вас к нам звать. Да, да, всех. Спасибо. Боюсь, что... Пожелайте нашим телезрителям. Давай, пожелайте. Пожелайте, пожалуйста, нашим телезрителям что-нибудь на сегодняшнее утро. Доброе утро. Наступила весна. Ранним утром так прекрасно птички поют. Проснулась вся живность. Дай бог всем ощутить эту весну, почувствовать себя молодыми, прекрасными, быть здоровыми. И обязательно ходить в театр, ходить на концерты, слушать хорошую музыку. То есть питать душу всем тем прекрасным, что создано человечеством до нас и что создается сейчас. Еще раз доброе утро. Всех вам благ. Хотелось бы просто даже на бис попросить. Еще раз повторить? Нет. Я могу повторить, но это же бы другая интерпретация. Спасибо, спасибо огромное, что вы там пришли. Мы ждем новых постановок, ждем новых театральных событий. Ну, старые нам тоже очень важны. Будут и новые постановки, и новые события, потому что идей много, и средств никаких на воплощение этих идей. Ну, я думаю, мы справимся. Ну, в таких условиях, получается, только идеальные. Оборот, закаляется режиссер, закаляются артисты, находятся какие-то такие странные выходы. Если была бы куча денег, никогда бы, может, это и в голову не пришло бы. Спасибо большое, вас еще раз с праздником, приходите к нам еще. Денис, ура! Ставьте ее перед собой, скажите, что она у вас самая прекрасная, и все будет замечательно. Вот совет, так совет. Да, от души. Кстати, если не знаете, какое теперь модное, смотрите наш эфир. Прямо сейчас нам все о платьях расскажет Ирина Гуска. Знаешь, вот так непривычно, вот лично у меня ты платья не просила давно. Ты что зимой пирожков переела? Оба хороши. Платья-рубашки Можно приобрести и строгую модель для делового образа, и более романтичную в стиле ретро. Также обратите внимание и на платья-жакеты. Это отличный вариант для офиса. Пастельные оттенки, напоминающие нежное мороженое, в этом сезоне самые популярные. И если вы сдерживали себя и не приобретали платье зефирно-розовой гаммы, то теперь можете смело это сделать. Роскошные цвета фисташкового, персикового и лимонного оттенков так и манят нас с витрин магазинов. Устоять уже невозможно. Платья-обманки по-прежнему актуальны. Они отличаются тем, что если краем глаза взглянуть на них, не сразу поймешь, то ли это блузка с юбкой, то ли платье. И такая визуальная игра пришлась по вкусу многим модницам. Не обошлось в этом сезоне и без принтов. Яркие бутоны цветов, горошек, орнамент, анималистические рисунки – все это смешалось воедино. И что бы вы ни выбрали, вы всегда будете в тренде. Платья с воротничком и манжетами контрастных оттенков до сих пор на пике моды. И если в прошлом сезоне предпочтение отдавалось строгим школьным платьям, то в этом темные цвета сменились на яркую цветовую гамму. Платья-плесе появлялись на подиумах последний раз пару сезонов назад, но сегодня они снова в тренде. Однако в этот раз дизайнеры рекомендуют модницам носить не длинные плесерованные модели, а перейти на короткие и средние варианты, в которых плесеровка носит только декоративный характер. Перевоплощение в сказочную принцессу или в тургеневскую барышню в этом сезоне только приветствуется. Платья в стиле ретро появились в коллекциях некоторых дизайнеров. В этом сезоне деним уже ассоциируется не только с джинсами. Модельеры будто бы вспомнили, что это ткань, а значит из нее можно сшить даже платье. Платье-рубашка особенно актуальна, попробуйте его дополнить ниткой жемчуга и легкий весенний образ готов. Конечно, не обошлось нынешней весной и без кружева, и если раньше оно располагалось только на вечерних нарядах, теперь же повседневные платья не отличаются от них. Фаворитом считается платье-футляр, декорированное кружевом, в которое невозможно не влюбиться с первого взгляда. В общем, этой весной вы просто не можете остаться без платья, тем более, что в этом сезоне дизайнеры постарались на слабу и угодили даже самым капризным модницам. Знай, Лиза, чтобы познать все тонкости и грани красоты, ты должна думать, как красота. И что мне поможет, сенсей? А я тебе не сенсей. Сенсей тебе Мария Пантази. И сегодня она откроет очередную тайну, передававшуюся из уст в уста. Сегодня тайна грибная. Маска из шампиньонов, Денис? Нет, Лиза, зрив корень, как говорят у нас в сельском хозяйстве. Так что же за тайна, Денис? Есть один гриб, известный еще из древних китайских манускриптов, травник шиннуна и другой настольной литературы эпохи Джоу. И что же это за гриб? Поведай мне тайну. Гриб этот называется Лин-Джи, ну а поведает тебе о нем наша Мария Пантази. В кимоно? Не знаю. Ну а мы по зеленому чаю и медитировать. Сегодня мы поговорим об одном необычном косметическом компоненте в Китае. Его называют божественной травой, дающей вечную молодость. Гриб Лин-Джи в центре нашего внимания. А все подробности мы узнаем у нашего косметолога. Тария, здравствуйте. Здравствуйте. Я должна сказать, что впервые столкнулась с таким растением, с таким косметическим компонентом. Вот расскажите нам поподробнее, что он из себя представляет. Гриб Лин-Джи или по-другому называется древесный гриб или туртовик блестящий. Он давно известен и целым рядом своих полезных свойств. И противовоспалительное, и противоаллергическое действие. И эти эффекты уже доказаны в современных клинических исследованиях. Расскажите, чем он так полезен, в чем его уникальность? Гриб Лин-Джи в первую очередь применяется для замедления преждевременного старения. И остановки именно физиологического старения. В древних канонах даже есть такое понятие, как энергетическое старение. И тоже он помогает в этом вопросе. Гриб Лин-Джи богат витаминами группы В, Д и Е. Богат минералами, железом, кальцием, фосфором, цинком. И также содержит ферменты, которые способствуют всем процессам восстановления и расщепления каких-либо веществ. В природе существует несколько видов, и их различают по цветам. Есть белый гриб, чёрный, зелёный, красный и шесть видов фиолетовых. Но вот культивируют в основном красный гриб как наиболее полезный и богатый витаминами и минералами. То есть именно его используют в косметологии, как правило? И в косметологии, и в медицине. Расскажите нам, как используется в косметологии. Данное растение давно уже поразило умы учёных, биологов, медиков, фармакологов. А в косметологии он стал использоваться совершенно недавно. И вот в таких продуктах, как шампунь и бальзамы для волос. Шампунь, который укрепляет корни и омолаживает волосы. Крем для рук с экстрактом Лин-Джи очень хорошо зарекомендовал себя зимой. Были благодарны те люди, которые страдают холодовой аллергией. Он прекрасно снимает эти явления и ухаживает за кожей рук. Также целая серия масочек для лица с грибом Лин-Джи. Дарья, я благодарю вас за содержательную беседу и предлагаю продолжить знакомиться с этим косметическим компонентом на мастер-классе. С удовольствием. Что ж, пришло время для нашего мастер-класса. Нам будет помогать Дарья. И в качестве модели у нас сегодня молодой человек. Его зовут Иван. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Дарья, расскажите, что будем делать? Мы сегодня будем делать омолаживающую, восстанавливающую масочку с грибом Лин-Джи. Но вначале пройдем все этапы ухода, как и для женской кожи. То есть это этап очистки сначала, да? Да, вначале, конечно, этап очищения. Мужская кожа также нуждается во всех тех этапах ухода, что и женская кожа. Только немножко меняем средства. Например, для умывания мы берем гель для умывания из серии мужской и тщательно очищаем кожу. Вот кардинально отличаются средства ухода для мужчин и для женщин? Ну, кардинально отличается кожа мужская и женская. Но потребности у нее тоже похожи. Мужская кожа стареет позже из-за физиологии и анатомии. Там больше коллагеновых волокон, они более толстые. То есть мужчинам в этом смысле повезло больше? Да. Женская кожа, конечно, нежнее, тоньше, более восприимчива к негативным воздействиям как окружающей среды, так и к различным воздействиям, которые происходят внутри организма. То есть это и гормональные какие-то изменения, даже перепады настроения, стресс, это все сразу отражается на женской коже. Далее, также у нас после очищения второй этап тонизирования, так же, как и для женской кожи. Какой тоник используют? Мы используем тоник из серии Алоэ, балансирующий тоник. Какой эффект оказывает? Тоник убирает остатки очищающего средства, тонизирует кожу и готовит кожу к дальнейшим процедурам. Мужская кожа также нуждается в глубоком очищении. Чтобы убрать ороговевший слой кожи, мы делаем пилинг по такому же принципу, как и для женской. Но пилинг не так часто можно делать, да? Нет, так же можно делать, так же раз в 10 дней. Единственное, что мужчины пренебрегают этой процедурой. Но если начинают делать, то уже нравятся и делают регулярно. Пилинг мужскую кожу также омолаживает, так же скрывает мелкие морщинки, очищает поры. После пилинга мы вновь кожу тонизируем. Опять с той же целью, чтобы убрать остатки пилинга и подготовить кожу. Все, приступаем к масочке. Масочка ревитализирующая с грибом линжи. Здесь содержится экстракт. Разворачиваем. Маска универсальна. Почему мы сегодня выбрали в модели мужчину? Потому что маска универсальная как для мужской кожи, так и для женской. Я думаю, для молодого человека не совсем привычная ситуация. Я чувствую себя фантомасом. Масочку хорошо разглаживаем, выпускаем весь воздух, чтобы создать вакуумный эффект. Она плотно прилегает, тогда компоненты активно проникают вглубь. Может возникнуть небольшое ощущение пощипывания, чтобы наша модель не испугался. Все, масочку оставляем на 15 минут. Расскажите непосредственно ее воздействие. Она связана именно с эффектом гриба линжи, который направлен, его действие, именно на предотвращение преждевременного старения кожи. Он просто поворачивает время вспять. А как часто? Раз где-то в 10 дней можно делать масочку? Изначально, если вы хотите стойкого добиться эффекта, то необходимо сделать курсом 10-14 дней, в принципе, как любое косметическое средство дополнительного ухода. Если же мы хотим добиться какого-то однократного эффекта, просто снять усталость или нам нужно подготовиться к какому-то мероприятию, то достаточно один раз сделать, однократно. Дарья, я так думаю, что минут 15 уже прошло, масочку снимаем. Да, масочку уже можно снимать. Все полезные вещества, которые в ней содержатся, кожа уже забрала себе, отдала все токсины. Поэтому мы можем масочку аккуратненько снять и выбросить. Далее, остатки маски необходимо либо смыть под проточной водой, либо снять остатки тоником. Когда лучше эту процедуру делать? Не знаю, утром, может быть, вечером? Вечером, да, скорее всего? Да, можно вечером, как активное восстановление. Но при необходимости можно сделать и утром. И все, мужская кожа также нуждается, так как, учитывая, что мы делали пилинг, и наша модель выходит на улицу, также нуждается в защите от негативных воздействий окружающей среды. И мы используем антивозрастной крем, специально разработанный для мужской кожи. С мягкими массирующими движениями по всему лицу до полного впитывания. Это уже завершающий этап, да? Ну, у нас очень редко в качестве модели бывают мужчины, так что я, конечно же, спрошу Иван Ваши впечатления. Очень приятно, освежают, и процедура должна проводиться обязательно женскими руками. И в присутствии желательно двух дам. Это такой приятный бонус, да? Ну, спасибо Вам большое. Спасибо Вам. Как мы сегодня смогли убедиться, косметические средства с содержанием гриба линжи подходят как мужчинам, так и женщинам. Я же предлагаю Вам лично убедиться в их пользе. Яу, 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 меня из дома выгнали. Солнце, лучи. На улице, апрель. Прилетели, грачи. Ну, а пока март, ну, апрель вместе с грачами уже не за горами. Ну, а сегодня утро 27 марта, которое Вы встречаете вместе с нами. С самыми неутомимыми утренними глашатаями. Которые открывают Вам глаза в новый день. И вместе с солнечными лучами в Вашу квартиру проникаем мы. Елизавета Безъединого Облачка Терещенко. И Денис Ультрафиолет Кириллов. А сейчас новости на Первом Приднестровском. С добрым утром. Доброе утро. В студии с новостями Анастасия Чернитенская. Приднестровье посетил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Радойко Богоевич. О свободе передвижения граждан на экономических вопросах и перспективах диалога в формате 5 плюс 2 говорили в Министерстве иностранных дел. Об итогах встречи Сузанна Авакян. Венский раунд переговоров, запланированный на 10 и 11 апреля, может быть перенесен. Дело в том, что некоторые участники переговорного процесса грубо нарушают договоренности, подписанные в ходе прошлого раунда переговоров в формате 5 плюс 2. В первую очередь это касается свободы передвижения граждан. Неоднократные случаи на приднестровско-украинской границе начали повторяться и в Кишиневском аэропорту. Приднестровская сторона рассчитывает получить разъяснение по этому вопросу в ходе предстоящей встречи политических представителей 1 апреля. Хочу подчеркнуть, что приднестровская сторона сделает все возможное для того, чтобы провести необходимые консультации со всеми заинтересованными сторонами и для того, чтобы ситуация не могла быть таковой, когда мы не можем встречаться за столом переговоров в формате 5 плюс 2, потому что Приднестровье заинтересовано в сохранении динамики переговоров. Но говорить с нами на языке шантажа, блокад, санкций ни у кого не получится. И наши партнеры должны знать об этом. Радойко Богоевич, в свою очередь, отметил главная цель его нынешнего визита – выслушать участников переговорного процесса и суметь все-таки преодолеть препятствия, существующие в диалоге сторон. Вчера спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ посетил Кишинев, где встретился с политическим представителем Молдовы Евгением Карповым. Я должен сказать, что у меня с обеими сторонами прошли очень плодотворные переговоры, потому что моя роль в качестве спецпредставителя – это сблизить стороны, попытаться найти взаимоприемлемые развязки для существующих проблем. Я надеюсь, что общими усилиями нам удастся устранить препятствия в решении вопросов, и мы сможем продвигаться далее. Сегодняшняя встреча, по словам Нины Штански, это скорее сверка часов, чем поиск решений по тем или иным вопросам. Объективная и полная информация о сложившейся ситуации должна помочь в решении существующих проблем. Нина Штански выразила надежду, что препятствия, которые сегодня мешают говорить о предстоящем раунде переговоров, будут в ближайшее время устранены. В столице прошла презентация социальных объектов второго этапа социально-гуманитарной помощи России Приднестровью по линии ОНО «Евразийская интеграция». Это перинатальный центр в Террасполе, бетонный завод в Бендерах и четыре современных троллейбуса. Представителям правительства и СМИ показали и рассказали о ходе работ. Ирина Полесика продолжит. Хирургическое отделение, детский стационар и родильный дом – это и есть будущий перинатальный центр. Он должен появиться к сентябрю 2015-го и, по словам специалистов, станет настоящим прорывом в Приднестровской медицине. Это будет современнейший хирургический корпус, оснащенный самым современным оборудованием, таким образом, что мы сможем обходиться без помощи Кишинева. Там будут все сложные случаи хирургические, мы сможем решать не только своей республике, но, может быть, даже к нам с Украины, из Молдавии смогут приехать, получить современную помощь. Перинатальный центр – один из объектов, которые будут построены в рамках второго этапа социально-гуманитарной помощи России Приднестровью. На его реализацию выделен почти один миллиард российских рублей. По линии ОНО «Евразийская интеграция» в республике появятся также четыре современных троллейбуса и бетонный завод. Планируется, что первую партию строительного материала он даст уже к маю следующего года. Особенно отрадно хочу отметить, что тесное взаимодействие и сотрудничество с автономной некоммерческой организацией и вразийской интеграцией внесло очень положительный и весомый вклад в реализацию масштабных гуманитарных и социальных проектов в Приднестровье. Внесло также большой вклад в развитие социально-экономической сферы нашей республики. Я уверена и полагаю, что дальнейшее наше сотрудничество и взаимодействие будет уже более комплексным и системным. К слову, уже сейчас составляется список объектов третьей очереди, и правительство Приднестровья принимает активное участие в его формировании. Программу формирует само правительство, согласовывает ее с правительством Российской Федерации, а мы просто осуществляем строительство. Мы не формируем программу. Если первые два объекта, перинатальный центр и бетонный завод, появятся в республике в 2015-м, то новые троллейбусы поступят уже в ближайшее время. Ирина Полесико, Николай Беркиншток, Первый Приднестровский. В сельских и районных больницах осваивают новое лабораторное оборудование. В лечебных учреждениях Григориопольского района переоснащения не было с советских времен. Что может новое оборудование и как изменилось качество медицинского обслуживания, расскажет Станислав Стоянов. Сельская участковая больница Малаешт обслуживает не только жителей этого села, но и шести близлежащих населенных пунктов. А это около 8 тысяч человек. Ежедневно за помощью обращаются примерно 150 пациентов, говорят медики. С появлением нового оборудования в лаборатории анализы проводят быстрее, а результаты стали точнее. Мы получили компьютер, который делает биохимический анализ в моче, но это очень хороший аппарат. Раньше мы работали еще в советской аппаратуре, которая уже устарела давно, и качество анализов было как бы, желали лучшего. Поэтому очень востребовано. Оборудование было старое, где-то 40-50 лет. Раньше, чтобы сдать анализы, многим сельчанам приходилось ездить в Тирасполь. Теперь это можно сделать в местной больнице. Сдали раньше кровь, мочу, сейчас уже пришли и поставили результаты. Аппаратуру уже привезли. И легче специалистам уже, наверное, работать с этой аппаратурой. И уже, не знаю, уже точнее результаты, надеемся, что будут. Пользоваться современными медицинскими услугами могут и жители села Бутер. В местной амбулатории также существенно обновили оборудование. Лечебное учреждение обслуживает около 3 тысяч человек. Расширились и возможности лаборатории Григориопольской районной больницы. Здесь министр здравоохранения решила на себе проверить точность нового оборудования. С точки зрения клинического интереса я буквально в прошлую неделю сдавала анализы на геологию. Прошу мне удовольствовать результаты. Просто скажу, совпадает. Вся процедура заняла всего несколько минут. Аппарат «Минигем» выдал результаты такие же, как и неделю назад. Быстро и точно – отличительная черта нового оборудования. На старом совсем другая картина, говорит лаборант Марина Рыбалко. Раньше вся процедура занимала как минимум в два раза больше времени. При этом приходилось высчитывать вручную результаты анализа. Устанавливали, стрелочка показывает данные. И тогда у нас есть определенные таблицы под стеклами. На каждый анализ своя табличка. Это все подсчитывается врачами. Если на «Минигемчике» это буквально две минуты, то на этом может минут пять. Обновление коснулось не только лабораторий. В Центральной районной больнице появились три новых аппарата искусственной вентиляции легких. Без преувеличения врачи говорят, они спасают жизни. Министр здравоохранения заверила, что закупка современного оборудования продолжится и в дальнейшем. Программа по переоснащению лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием носит не годичный характер. Ежегодно такая программа будет реализовываться. И действия, направленные на переоснащение наших больниц медицинским оборудованием, в ближайшее время будут проводиться. Сейчас подводятся последние, завершающие этапы работы и деятельности по утверждению этой программы. В целом по республике обновили около 80% лабораторного оборудования. Абсолютно во все реанимационные отделения центральных и районных больниц поступили новые аппараты искусственной вентиляции легких. Станислав Стоянов, Павел Божонко, Первый Приднестровский телеканал. У меня на этом все. Хорошего дня и оставайтесь с Первым Приднестровским. Ну вот и все. Финит, аля, утренний эфир. Но мы не говорим прощай. Мы, улыбаясь, кричим «До встречи!» И еще давайте целый день улыбаться. Вдруг распогодится, согласитесь. Было бы, кстати, кстати. Да. Давайте, друзья, не опаздывайте. И до встречи. В студии были солнечные зайчики, пушистики Денис Кириллов и Елизавета Терещенко. С добрым утром, Республика! С добрым утром! Привет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова